Наш следующий материал о тех, кто спасает человеческие жизни. В Ненецком округе сегодня насчитывается 360 доноров. Именно эти люди отдают практически самое ценное, что у них есть – кровь. Давление 120 на 70. Игорь Лаптандер сегодня впервые пришел на сдачу крови. Но прежде чем стать донором, ему предстоит обширная проверка. Ведь человек должен быть абсолютно здоровым, чтобы временная потеря крови, именно так называется процедура сдачи, не привела к негативным последствиям. Я сам решил, давненько хотел стать донором, только сейчас появилась возможность. Пришел, во-первых, людям помочь, за своим здоровьем тоже следить. Каждый раз, когда сдаешь проверки, свое здоровье. И если Игорь Лаптандер – начинающий донор, то для Валерия Булатова это уже 32-я сдача крови. До момента получения статуса почетного донора ему осталось всего 8 процедур. Мужчина признается – сдавать кровь решил не только, чтобы спасать чью-то жизнь, но и для того, чтобы поправить собственное здоровье. Стало давление расти, и посоветовали сдавать кровь. И вот с этого момента сдаю. Давление стабилизировалось – стало 120 на 80 с возрастом. Ну, сейчас бывает от 130 до 90, но не больше. Сегодня среди доноров и тех, кто в экстренном порядке прибыл на станцию переливания крови. Среди них Светлана Машковская. Девушка является сотрудником Нинецкой окружной больницы и не понаслышке знает о необходимости донорской крови. Вот на сегодняшнюю сдачу крови буквально меня пригласили вечерним звонком, что конкретный пациент нуждается именно в моей группе крови. И, соответственно, он находится в стационаре нашего отделения после операции. И непосредственно нужна помощь. И я как бы прибыла к 8 часам, мне было назначено, я прибыла сдать кровь. За каждую процедуру донор единовременно получает 2 дня отгула на работе и денежную компенсацию. Впрочем, такие вознаграждения никак не сравнятся с чувством того, что ты можешь спасти чью-то жизнь. Они дарят свою частицу души, частицу тела в жидком виде крови, сдают ради спасения чужой жизни. И они взамен ничего не требуют, наши доноры. Сдают и молча уходят. Это считается как молчаливый героизм. Я очень бы хотел в следующий год приглашать доноров редкими группами крови. То есть четвертая группа крови. Отрицательным резус-фактором доноров не хватает, мало. Если первые группы более-менее у нас нормально, количество доноров, но и население больше первой группой. На сегодняшний день в Ненинском округе насчитывается порядка 360 доноров. Но это по-прежнему недостаточно. Сотрудники отделения переливания крови призывают местных жителей пополнять ряды доноров. Кто знает, быть может, именно ваша кровь спасет чью-то жизнь.